Мои любимые, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале. Сегодня после пробежки снимаю вам очередное видео. Хочу с вами поговорить про такую историю, как мигрень, и во многих случаях она обусловлена не только... Мне говорят, знаете что, мигрень проходит при движении. Ну, не всегда так. Давайте с вами поговорим про некоторые моменты, которые влияют на то, будет у вас мигрень, не будет, как ее можно снять. Понятно, эти вещи, если достаточно серьезные, их решает невролог, но есть еще и другие моменты, которыми можно повлиять на мигрень. Мигрень может быть вызвана не только спазмами, которые происходят у многих на обезвижении, но и другими моментами. Дефицит магния – это первая причина мигрени. Вторая причина – это переизбыток железа, который откладывается и воздействует на головной мозг, на печень. И железо имеет такой коррозийный момент, оно окисляет мозг. Соответственно, очень-очень неприятная история. Если бывает, не все об этом знают, но я вам скажу, бывают у людей амилоидные бляшки, и они даже не знают об этом. Живут себе, как обычненько, а у человека уже начало альцгеймера. Это что-то вроде белка, который нарушает связь между клетками мозга и вызывает слабоумие. Соответственно, здесь нам нужен цинк. Если есть цинк, то будет очень-очень круто это работать с вашим состоянием. Дальше, при дефиците B1, если он достаточно сильный, вы, например, если вы употребляете глюкозу, простые углеводы, сахар, то у вас всегда будет дефицит B1, и это будет вызывать приступы мигрени. Следующее, если вы не знаете о том, что в организме случайным образом случился дефицит йода, то опять это будет сказываться на IQ, что вызовет неприятную историю. Дефицит селена будет работать так, что у вас начнется, например, ртутная загрузка. То есть, казалось бы, такие простые вещи должен знать каждый. Если, например, вы едите один бразильский орешек, селена у вас уже есть в организме. Соответственно, никакие ртути не смогут так сильно нарушать вашу антиоксидантную защиту. И почти все страдают дефицитом витамина D. При нехватке витамина D бывают не только мигрени, но и судороги, и другие моменты. Соответственно, я рекомендую D3-СК2 под контролем анализа. Микроэлементы важно принимать, но под контролем кого-то, какого-то врача, который вас будет сопровождать. Но я напоминаю, что это все вы можете компенсировать частично питанием и просто заняться тем, что называется, планирование своего рациона. Мигрень снимается лимфодренажем, горячей холодной водой, то есть попеременное воздействие на состояние. И вы сможете справиться с этой историей. Также, если вы женщина, и вы, например, в премиенопаузе, или у вас климакс, может мигрень, приступ вызвать кальций, дефицит его, и, соответственно, будут судороги и плохие состояния. Надеюсь, видео было вам полезным. Вы расскажете, как вы вообще справляетесь с мигренью, что вызывает, и как вам помогли или не помогли врачи. В моем случае мигрень была связана с протрузиями в шейном отделе позвоночника с раннего возраста. Соответственно, могу сказать, что позвоночник играет ключевую роль в кровообращении. Поэтому, да, друзья, пишите. Пока.